МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в программе своими глазами автосалон в Шанхае. Возможно, в недалёком будущем главный автомобильный салон главной автомобильной державы в мире. А что, буквально накануне открытия шанхайского мотор-шоу Ассоциация немецких автопроизводителей подбила бабки и не без лёгкого удивления опубликовала следующие данные. Китай стал крупнейшим в мире производителем автомобилей, обогнав Германию и США. В 2008 году на Китай пришлось 17,2% от общего числа произведённых в мире машин. Для Германии эта цифра составляет 14,7%, а для Соединённых Штатов 14,6%. Так что выход Китая в лидеры по объёму произведённых автомобилей стал полной неожиданностью для многих специалистов. Во многом этот рывок, конечно, вызван неким спадом автомобильного рынка в странах Запада в результате разразившегося кризиса. Но благодаря принятым правительством Китайской Народной Республики мер по стимулированию внутреннего спроса только в одном из месяцев 2009 года было продано 1 миллион 100 тысяч автомобилей. Вдумайтесь, миллион 100 тысяч в месяц. И это ещё не предел. Конечно, до сих пор китайцы ездят ещё и на рецидивах переходного периода, в самопальных концернных банках, из поддержанных запчастей. Но в основном современный китайский рынок сегодня это либо машины собственного производства, вполне цивильные, на которыми работают помимо итальянских дизайнеров и немецких конструкторов собственные инженеры, прошедшие стажировку в Европе, и официальный лицензионный продукт. Да, конечно, есть ещё и копии, примеры подражания, как называют сами китайцы, плагиат. Конечно, с точки зрения китайской философии, повторить то, что сделал мастер, это большой успех. Оставим это на их совести. Так или иначе, по году на шанхайском мотор-шоу делали совсем другие машины. Причём, отнюдь не китайского производства. Гвоздь программы Porsche Panamera. Немцы решились показать эту машину в Шанхае не только ради эпатажа. Они отказались от премьеры в Европе и в Америке дав понять, причём громогласно, что основной рынок Panamera и основной рынок суперкаров и дорогих автомобилей вообще это Китай. В это тяжело поверить. Но это уже так. Этот автомобиль многие видели в виде рисованных скетчей. Уже появлялись и шпионские фотографии, а потом фотографии официальные. Много информации и о начинке Panamera. Но впервые немцы показали живой автомобиль на публике. Сами создатели утверждают, что Panamera открывает с собой новую рыночную нишу. Безусловно, это дитя маркетинга. Все эти четырёхдверные купе. Хотя в данном случае речь идут скорее о пятидверном хэтчбеке длиной почти 5 метров. При этом хэтчбеке, обладающем повадками настоящего стопроцентного спорткара. Напомним, что новинка выходит на рынок с одним мотором, своеобразной восьмёркой 4800 кубов. И этот двигатель будет доступен сразу в двух вариантах. Во-первых, в атмосферном, мощностью в 40 лошадиных сил. И с двойным турбонаддувом. Вот с этого мотора сняли уже 500 лошадок. И к тому, к другому двигателю предлагается коробка ПДК с двумя сцеплениями. Поршевцы довели систему роботизированного переключения передач до совершенства. Это, пожалуй, одна из самых скорострельных коробок в мире. Собирают Panamera. Уже собирают. На заводе в Лейпциге. Для этого к уже существующим цехам был пристроен ещё один. На этом же заводе, кстати, собирают и автомобили Каен. А до этого делали ещё и суперкар Порше GT. Но если кузова для Каенов приходят из Словении, их варят там же, где и кузова для Фольксвагена Туарек, то вот кузова для Panamera приходят из Германии, из Ганновера. Их доставляют в Лейпциг в специальных вагонах, которые были сделаны, опять же, под проект Panamera. О точных объёмах производства немцы пока не говорят. Но очевидно, что машина это будет делать по году. И в Суберте очень надеются, что этот ещё один нетрадиционный для Порше продукт, как ни странно, будет пользоваться большим спросом, чем традиционные двухдверные суперкары. Ведь 80% продаж нынче у Порше приходится на внедорожник Каен. Кто же мог предположить ещё лет 10 назад, что Порше сделает вездеход? Ещё один сюрприз для потенциальной и уже ныне существующей клиентуры – пятидверный хэтчбэк. А почему нет? На Порше умеют считать деньги. Компания, которая продала в год 100 тысяч автомобилей, умудрилась купить целый концерн «Фольксваген» со всеми его брендами. Концерн, выпускающий свыше 4 миллионов автомобилей в год. Так что, скорее всего, Панамера станет ещё одним очень странным, но беспроигрышным вариантом. Между прочим, в будущем к В-образной восьмёрке добавится и скромная шестицилиндровая версия. И ещё одна громкая премьера шанхайского мотор-шоу. Компактный Rolls-Royce. Baby Rolls, как его уже назвала пресса. Машину эту, собственно, уже видели посетители женевского мотор-шоу. Однако там она позиционировалась как ещё предсерийный экземпляр, как концепт под концептуальным названием 200EX. Известно, что машина построена на удлинённой платформе BMW седьмой серии и унифицирована с семёркой BMW на 20%. По агрегатам, по железу, конечно, не по кузову и не по салону. Это совершенно отдельный и несколько более элитарный продукт. А что касается унификации, почему нет? Ведь баварцы владеют легендарным английским брендом. И, наверное, глупо не использовать собственные наработки для того, чтобы продвигать и эту старую английскую идею. Под капотом 12-цилиндровый бензиновый турбомотор объёмом 6,6 литра мощностью 507 лошадиных сил. К нему шестиступенчатая автоматическая коробка передач. Ну а что, теперь можно официально называть цифры, не стыдиться их. Это в былые годы, когда под капотами Роллс-Ройсов скрывались моторы 30-40, а то и 50-летней давности, вот тогда мощность можно было называть достаточной. А теперь абсолютно современная хай-течная начинка. Но вот чего не скажешь о салоне автомобиля. Здесь по-прежнему царит традиционный британский консерватизм. Шкалы приборов, словно взятые с дедушкиного будильника. Хромированные округлые кнопочки. Управление круиз-контролем, магнитолой и автомобильным меню. И даже BMW-шная система iDrive и современные прибамбасы вроде навигационной системы и те укромно упрятаны под полированный орех. Однако вместе с открытием Baby Rolls на шанхайском мотор-шоу прозвучало и его официальное название. Не то самое концептуальное 200E X, а рыночное эта машина будет продаваться под легендарным именем ГОСТ призрак. Именно эти машины ГОСТ снискали славу Роллс-Ройсу в далеких десятых годах 20 века. Легенда продолжается. А это не продолжение легенды, это вообще не Роллс-Ройс. Это то самое копирование мастера, которое в Китае похвально. Это Гилли G.E. Копирование вышло действительно самобытным. Вместо нормального заднего дивана настоящий трон. И небо в алмазах, как и подобает приличному автомобилю развивающегося рынка. А это оригинальный немецкий продукт, хотя китайцы уже скопировали BMW X5. Речь, правда, здесь идет уже не об X5, а продукте X5M и X6M. Это заряженные версии внедорожников под знаменитым шильдиком, знаменующим самые мощные версии баварских автомобилей. У машин практически одинаковые аэродинамические обвесы кузова с очень агрессивным передним бампером. Ну и начинка, между прочим, тоже, в общем-то, идентична. Для этих очень быстрых кроссоверов была разработана новая версия восьмицилиндрового бензинового двигателя объемом 4,4 литра с двумя турбинами. Работать этот двигатель будет в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Мощность 555 лошадиных сил. Очень нехило даже для полноразмерного по европейским меркам и тяжелого кроссовера. Немцы обещают, что с нуля до сотни разгоняться, что Х5М, что Х6М будут тоже одинаково за 4,7 секунды. Ну а максимальная скорость традиционно ограничена электроникой на отметке 250 километров в час. Хотя мы уверены, найдутся умельцы, которые будут ломать компьютерную программу и отодвигать это самое ограничение на куда более запредельные отметки. Кроме того, Х5М и Х6М получили более мощные тормозные системы. Адаптивное рулевое управление ServoTronic оно меняет усилие на руле в зависимости от скорости движения и очень нескромные 20-ти дюймовые колесные диски. ДИСКИ ДИСКИ Там же в Шанхае, где состоялась премьера заряженных версий обычного кроссовера Х5 и так называемого спортивного четырехдверного или пятидверного купе Х6, было объявлено и о том, что уже к лету первые автомобили поступят к европейским дилерам. О ценах пока ничего не известно. Равно как и никто пока точно не может назвать дату, когда начнутся официальные продажи этих машин в России. Разумеется, в этой программе мы рассказали вам далеко не обо всех премьерах шанкайского мотор-шоу. Так что этот разговор мы еще продолжим. Во второй части нашей программы смотрите на телеканале Автоблюс. Субтитры создавал DimaTorzok